Есть у меня одна история про фильмы ужасов. Встречался я с одной девчанкой, и она мне звонит и говорит, приходи ко мне и фильм посмотрим. Я принцесса, я так не могу, я начинаю ломаться. Что за фильм? Говорит, да там ужастик один. Я не люблю ужастики, они негативные, в них мало сюжета, и там всегда умирают люди, я не люблю негатив. Она говорит, нет, тебе понравится, там классный сюжет. Классный сюжет, сюжет ужастика можно угадывать по названию. Она мне говорит, там классный сюжет. Фильм назывался «Никто не выжил». Это была смерть матери. Очень трудно было. Не знаю, я думал, что это случится гораздо позже, а тут вот оно. С тех пор я прям убежденный атеист. Вот хватило один раз увидеть пустые глаза трупа и почувствовал, что там нет ничего. Ничего нет. Я люблю кино. Вот честно, я его люблю. У меня нет иллюзий, как бы не будет красных дорожек, мы не в Голливуде. Я просто люблю кино. В детстве я пересматривал фильмы, мультики, до дыр кассеты засматривал, учив их наизусть. Шрека я весь текст знал. И отыгрывал персонажей. Особенно Шрека. Ну, в школе, в КВН, все дети боялись сцены, а мне вот туда, туда, на сцену. Я всегда думал, что будет невыносимо больно. Но когда умерла мама, я перестал вообще что-либо чувствовать. Просто я просыпаюсь, у меня в голове белый шум. Шшш. И здесь ничего. Пытался я выкарабкаться из этого состояния всякими способами. Творчество. Гуляние. Музыка. Ну, ничего. Просто со временем это прошло. Не то, чтобы меня это сильно поменяло, но теперь до меня дошло много, о чем говорила мама. Я думаю, что я такой же, как и все. У меня есть семья, у меня есть друзья. Бывают моменты, когда кажется, что меня никто не понимает. Но я думаю, такие моменты есть у всех, и скорее никто никого не понимает. С чего мы вообще взяли, что кто-то кого-то может понять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...